Разработчики из польской Fallen Leaf Studio и итальянской студии Black Dracar Games представили 14-минутное геймплейное видео своего научно-фантастического триллера Fort Solis. Кадры показывают самое начало первой из четырёх глав игры. Главный герой только что прибыл на марсианскую станцию колонистов и должен выяснить, куда подевался весь её экипаж. Демонстрация не содержит серьёзных сюжетных подробностей, но подтверждает, что игра будет именно тем, чем заявляли создатели, атмосферным и загадочным триллером в космосе. Кроме того, можно оценить достаточно высокий уровень визуала, использующего возможности движка Unreal Engine 5. При этом неспешный темп, долгие прогулки главного героя и отсутствие экшн-сцен вызвали у зрителей противоречивые чувства. Многие авторы комментариев под роликом сошлись во мнении, что игроков ждёт ещё один симулятор ходьбы. Напомним, что главного героя игры сыграл Роджер Кларк, известный по роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. Других ключевых персонажей сыграли Трой Бейкер и Джулия Браун. Релиз состоится 22 августа на ПК и PlayStation 5. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 2 августа 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Корсары возвращаются с новым обновлением. Студия Maoris сообщила, что не будет выпускать пролог к Корсарс Легаси. Вместо этого свет увидит отдельная игра под названием Корсарс Легаси Noval Mission, которая станет сюжетным продолжением базовой Корсарс Легаси. Изначально разработчики планировали создать отдельную игру о суше, затем отдельную о море, а затем объединить всё в единую игру с открытым миром. Но в процессе разработки и во время общения с подписчиками авторы решили, что для воспроизведения аутентичной атмосферы необходимо иметь всё сразу. Именно об этом и будут грядущие игры. В этом году запланирован релиз Корсарс Легаси, в которой нам предстоит взять на себя роль отважного контрабандиста Руфуса Монро, перевозящего товары через военные патрули в Карибском море. Точную дату релиза анонсируют в течение нескольких месяцев. О дате выхода Noval Mission не сообщается, однако в Steam уже можно ознакомиться со скриншотами и геймплейным тизером, демонстрирующим актуальный билд игры. В настоящее время команда имеет все ключевые части игры, и каждый последующий релиз, включая Корсарс Легаси Noval Mission, будет добавлять глубину механикам и игровому процессу для достижения, как отмечает студия, конечной цели — создания полноценной пиратской песочницы с богатым набором игровых возможностей. Что такое хороший маркетплейс для геймеров? Это место, где можно купить игровые ключи для любых платформ, вне зависимости от того, доступны они официально в РФ или нет. Это место, где можно пополнить свои кошельки в самых разных сервисах. Это место, где есть большой выбор товаров и методов оплаты. Это место — Keys for Gamers. Steam, PlayStation, Xbox, Battle.net — доступно всё, что нужно. Присутствуют все игровые новинки, включая предзаказы, гифты, игровую валюту, софт. Нет никаких сложностей с оплатой. В том числе имеется поддержка Kiwi и карт МИР. Промокод GSTV даст вам скидку в 20% на любой товар. Ссылка в описании. В последние месяцы было немало слухов о консоли следующего поколения Nintendo. Что имеет смысл, учитывая тот факт, что Switch находится на седьмом году своего жизненного цикла. Но постепенно появляется более конкретная информация о консоли. Вот недавно издание Video Games Chronicle, ссылаясь на свои источники, сообщило, что новая консоль от Nintendo должна поступить в продажу во второй половине 2024 года. Объясняется, что компания не хочет спешить с выпуском портативного устройства, чтобы к старту произвести как можно больше комплектов и иметь возможность оперативно удовлетворять спрос. К слову, о борьбе с перекупщиками говорил президент Nintendo Сюнтаро Фурукава, подчёркивая важность удовлетворения спроса пользователей. Сообщается также то, что партнёры японского издателя уже получают девкиты новой консоли и активно готовят для неё игры. Однако подробности о спецификациях железа и особенностях системы находятся в строжайшем секрете. Одно источником Video Games Chronicle известно точно – преемница Switch сохранит гибридный концепт и тоже будет использовать в качестве физических носителей картриджи. Известно также об экране консоли – приставка, скорее всего, получит ЖК-дисплей вместо OLED ради экономии. Впрочем, не исключено, что будет выпущено сразу две версии Switch 2. Напомним, приставки переписывают платформу Nvidia с GPU на основе архитектуры Ada Loveless, что, кроме прочего, позволит реализовать поддержку DLSS, которая очень пригодится для относительно маломощного графического ядра. Однако остаётся неизвестным, будет ли консоль Nintendo следующего поколения обратно совместима со Switch. Ранее Nintendo неоднократно подчёркивала, что хочет обеспечить плавный переход от Switch к его преемнику, однако неохотно говорила об обратной совместимости. А в материале Video Games Chronicle упоминается, что некоторые сторонние издатели выразили обеспокоенность тем, что устаревшая поддержка тайтлов оригинальной Switch может повлиять на продажи следующих игр уже на новой консоли. Последние недели были скудными насчёт многомиллиардной сделки Microsoft с Activision Blizzard. В прошлый раз состоялись предварительные переговоры между компанией и управлением по конкуренции и рынком Великобритании, но история получила новое развитие, тем самым приближая нас к закрытию слияния. Microsoft направила британскому регулятору финальные доводы о том, почему сделку с Activision Blizzard стоимостью в 69 миллиардов долларов нужно разрешить. Компания уверена, что слияние должно быть одобрено после нескольких ключевых событий за последние месяцы. Первое — одобрение сделки со стороны Евросоюза — это была важная победа для Xbox после плохих новостей, а общие договорённости между сторонами приведут к развитию облачного гейминга. Второй ключевой момент — победа в суде против Федеральной торговой комиссии США. Эта неделя была очень обсуждаемой в игровом сообществе и в каком-то смысле комичной, поскольку FTK сначала намеревалась дальше продолжать свою бессмысленную борьбу, но в итоге отступила. Это, к слову, сразу привело к переговорам между Microsoft и британским регулятором. Третий, последний важный факт — это соглашение с PlayStation. Sony фактически запрыгнула в последний вагон. Победа Microsoft в суде дала жёсткое давление на противников сделки. И в связи с перечисленным, Microsoft призывает CMA пересмотреть своё решение о блокировке сделки. Кроме того, компания вновь выразила готовность пойти на уступки по облачному геймингу. Аналитики предполагают, что Microsoft откажется от своего облачного сервиса на территории Великобритании. Окончательное решение будет принято 29 августа, и оно с высокой вероятностью станет положительным, после чего до закрытия сделки останется совсем немного. Уже неоднократно упоминалось, с чем именно связана проблема в портировании Baldur's Gate 3 на Xbox Series. Однако совсем недавно стало понятно, что Xbox-версию придётся подождать вплоть до 2024 года. На это указывают комментарии главы издательского отдела Larian Studios Майкла Дауса. Он прокомментировал высказывание главы студии Свена Винке о том, что у студии нет ресурсов для работы над версиями ролевой игры под все платформы одновременно, напомнив, что главной проблемой релиза на Xbox стала поддержка кооператива на Xbox Series S. Это большая техническая сложность, но студия её решает. Без этого выпускать Baldur's Gate 3 на консоли Xbox Larian не может. По словам Даоса, команда стремится создать чрезвычайно плавный переход между кооперативным и одиночным режимами на Xbox Series S, а информацию по этому поводу команда надеется разгласить к концу года. При этом, если разработчики решат проблему кооператива раньше, то игра выйдет на Xbox в этом году, но любые проблемы в теории могут вызвать дополнительные задержки. Ранее Свен Винке не исключил, что Ларриан может пойти на определенные компромиссы при создании Xbox-версии Baldur's Gate 3. В прошлом месяце Microsoft заявила, что планирует организовать крупнейший стенд Xbox в истории Gamescom. И по словам Тома Хендерсона, в этот раз это не просто маркетинговые разговоры. Согласно его источникам, компания действительно собирается выложиться по полной на немецкой выставке. В честности, сообщается, что Microsoft привезёт на Gamescom демки ряда своих собственных и партнёрских проектов, включая Forza Motorsport, Stalker 2 Heart of Chernobyl и Towerborn, в которые смогут поиграть посетители выставки. Кроме того, ожидается, что в рамках мероприятия по каждой из них будут сделаны какие-то анонсы. С учётом того, что GSC привезёт свою игру, то она, похоже, ещё может выйти в этом году. Впрочем, по сети активно ходят слухи о переносе на февраль. Студия Gunfire Games объявила, что её последний Souls-like шутер Remnant 2 разошёлся тиражом более миллиона копий всего за семь дней с момента выхода. По словам Gearbox Publishing, сиквел Remnant превзошёл ожидания компании и стал коммерческим хитом. Босс Gunfire Games Дэвид Адамс поблагодарил игроков за поддержку. Remnant 2 также хвастает высокими оценками — в её активе 81 из стана OpenCritic и 80% положительных обзоров в Steam. У Gunfire получился красивый и динамичный Souls-like боевик с неплохой реиграбельностью, но пока не радует оптимизация. Журналисты издания Windows Central со ссылкой на источники рассказали, что компания Lenovo тоже намеревается вкатиться на рынок портативных ПК. Компания работает над собственным устройством под названием Legion Go. Девайс будет работать на чипах AMD Phoenix, заточенных под гейминг, искусственный интеллект и ультрабуки. Операционной системой выбрали Windows 11 для максимальной совместимости с актуальными релизами. Также говорится, что Legion Go получит 8-дюймовый экран. Для сравнения, у Steam Deck и Asus Rogue Li — 7-дюймовый экран. Издание также предполагает, что портативный ПК от Lenovo может получить дизайн не вышедшего девайса Legion Play, рассчитанного на облачный гейминг. Когда устройство будет анонсировано и поступит в продажу — неизвестно. Аналогичные девайсы готовят Dell и Razer. Журналист Axios и бывший главный редактор Kotaku Стивен Тотило прокомментировал информацию об отмене сиквела Immortals Fenyx Rising. По его словам, судя по тому, что он слышал, разработка проекта продвигалась очень хорошо, а в основе самой игры лежала тема древних полинезийских богов, однако производство решили не продолжать, так как приоритеты студии в квебеке сдвинулись в сторону работы над Assassin's Creed Codename Red. К слову, отмену продолжения Immortals Fenyx Rising подтвердила сама Ubisoft, отметив, что сотрудников команды Ubisoft Quebec перенаправили на другие неанонсированные проекты. Согласно Тотило, это затронуло не какую-то малую часть, а многих разработчиков. Причём, больше людей понадобилось и для Assassin's Creed Codename Hex, поскольку Ubisoft делает крупную ставку на развитие данной франшизы в своём будущем. По мере приближения к выходу Cities Skylines 2 разработчики продолжают делиться интересными подробностями сиквела градостроительного симулятора в рамках еженедельных дневников разработки. Последняя часть посвящена картам, на которых будут построены ваши города. Для начала разработчики сообщили, что изменили сам масштаб игрового мира. В первой части использовались плитки 5х5 общей площадью в 92,16 кв. км. В сиквеле плитки станут меньше, но их количество вырастет с 9 до 441. В целом, играбельная площадь будет в 5 раз больше, чем в Cities Skylines. Кроме того, плитки карты не обязательно должны быть соединены друг с другом, поэтому технически вы можете создавать небольшие изолированные карманные города, а также приобретать плитки до самого края карты, где можно создавать новые внешние соединения. Это даст огромный простор возможностей. Но и это ещё не всё. Предельная высота карты намного выше, чем раньше, что даёт гораздо больше гибкости и свободы в том, как будет выглядеть город вашей мечты. Кроме того, действительно интересной вещью являются темы. Когда вы начинаете новый город, вы можете выбрать европейскую или североамериканскую тематику, которая определяет разметку улиц, светофоры, модели автомобилей для определённых городских служб и другой дорожный реквизит. Хотя с каждой картой связана своя тема, вы можете выбрать понравившуюся, но после запуска города её уже нельзя изменить. Визуальный стиль жилых и коммерческих зданий в зонах также зависит от выбранной темы при создании вашего города. По умолчанию будет выбрана тема карты, но при зонировании можно свободно выбирать между доступными темами и даже создать так называемый «смешанный город», используя обе темы. Напомним, что Cities Skylines 2 выйдет 24 октября на ПК и консолях, в том числе в Xbox Game Pass. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.